Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Таможня добро не даёт. Какие товары вам теперь не заказать через интернет? Декларирование как улика, что суд решил секс-директором компании-разработчика электронной отчётности. Вооружены и опасны. Неизвестные обстреляли предприятия в Винницкой области. Есть раненые и пострадавшие. Я начну с трагической новости последних минут. Огромная потеря для Украины. Ушёл из жизни блаженнейший Любомир Гузер. Он был главой Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годах. Ему должно было исполниться в 1985. Гузер родился во Львове. Учился и работал в США и Италии. А на родину вернулся после провозглашения независимости Украины. После смерти Папы Римского и Анны Павла II в 2005 Гузера рассматривали как претендента на папский престол. Он свободно владел пятью языками и был моральным авторитетом для миллионов украинцев. Запомнится блаженнейший тем, что возродил и развивал греко-католическую церковь. Президент и премьер уже выразили сочувствие в связи со смертью Любомира Гузера. Что грозит разработчику программы электронного декларирования? Суд сегодня избирал меру пресечения Юрию Новикову. Сторона обвинения утверждает, что он разворовывал госсредства, выделенные на этот ресурс. И сумма немаленькая. Почти миллион. Продолжит Александр Васильченко. Залог практически в миллион гривен. Личное обязательство не покидать Киев и присутствовать на всех следственных действиях. Соломинский райсуд столицы избрал меру пресечения к руководителю предприятия Миранда Юрию Новикову, который занимался разработкой программного обеспечения для декларирования. Размер залога определили в соответствии с суммой нанесенного убытка. Деньги Новиков обязан нести в течение пяти дней. Адвокат Новикова утверждает решением суда недоволен и в ближайшее время будет подавать апелляцию. Ну, нужно прочитать позицию суда, которую он изложит в полном тексте решения. Затем будет принято решение. Мое личное мнение изложено в закороченях. Мы не согласны с тем, что нужно применять заставу в данном случае и в данном размере. По словам прокурора, в следствии установило, по поручению Новикова, разработкой программного обеспечения занимались неквалифицированные специалисты, студенты одного из вузов. Также якобы экс-руководитель через фиктивную фирму в Эстонии обналичил и присвоил деньги, выделенные на разработку ресурса. Задоволен решением суда в связи с тем, что клопотание задоволено в полном обсязе, в ухлении бесплаты податков и подроблении соответствующих документов. В то же время прокурор уверяет максимум, что грозит Новикову это штраф, поскольку статья, по которой его обвиняют, предусматривает только административное наказание. Александр Васильченко, Иван Матриченко. Подробности телеканал Интер. Указ президента о запрете российских соцсетей может быть отменен. Иск в высший админсуд подал гражданин Украины, студент Киево-Могилянской академии Никита Евстифиев. Он утверждает, что нельзя полностью запрещать ресурсы, а можно лишь блокировать ту часть информации, которая представляет собой угрозу национальной безопасности. Напомню, речь идет о блокировке сетей ВКонтакте, Одноклассники и почтового сервиса Мейл.рук. Они, как такие, на мою думку, не несут никакой загрозы для государства. Может быть, они несут загрозу отдельным индивидам, в контексте того, что их персональные данные действительно обрабатываются в украине, в государстве и так далее. Но заседание суда перенесли на 14 июня. Об этом попросили в СБУ, поскольку сотрудники службы безопасности хотят предварительно ознакомиться с материалами дела. Все пропало? Таможня ввела запрет. Такими месседжами вчера заполнились социальные сети. Любители интернет-шоппинга были шокированы новыми правилами, которые ограничивают покупки в сети. Но сегодня фискалы неожиданно опровергли все опасения. Так что же можно и чего нельзя? Разбиралась Елена Митясова. Прощайте брендовые телефоны, фирменная одежда и парфюмерия по низким ценам. Украинцам больше в заграничные онлайн-магазины ни рукой. Смысла нет. Посылка все равно не дойдет до адресата. Информация о том, что таможня массово заворачивает бандероли с товарами известных торговых марок, накануне захлестнула СМИ. Дескать, под санкции попали более тысячи компаний-производителей. А виной в тему право интеллектуальной собственности. То, что проблема с поставками действительно есть, подтвердили в украинских интернет-магазинах. Эти действия, которые сейчас происходят на таможне, они направлены на уничтожение конкуренции. Нет конкуренции, нет сервиса. Нет конкуренции, высокие цены. Нет конкуренции, нет ассортимента. Пользуйтесь тем, что есть и радуйтесь, что у вас хоть что-то есть. Но фискалы все опровергают. Мол, в растиражированной СМИ информация недостоверна. Некорректный вклад информации в интернет-введение. Никаких заборон ни сегодня, ни вчера, ни позавчера ДФС не вводила. При этом уточняют, ограничения навоз брендовых товаров действуют с 2000 года. Распространяется только навоз контрафактной продукции. Сегодня ДФС Украины проводится ряд контрольно-переверочных заходов, связанных с мережами интернет-магазинов, а также с сортувальными станциями, где действует размытение международных почтовых отправок. Но запретом навоз брендовых товаров не все так гладко. Вино всего, по мнению фискалов, инициатива депутатов. Зараз в Верховной Раде находятся несколько законопроектов, один из них, который, в частности, предпочитает введение в Украину национального вычерпания прав. Это законопроект номер 5419. Если этот законопроект принимается, будет такая ситуация, как описывается. Татьяна Острикова как раз автор этого закона. Но слова фискалов отрицают. Говорит, в парламенте действительно внесено два документа. Первый, авторство Наргепа Пташник предусматривает, что при ввозе товара в страну необходимо согласие собственника. В основе второго, подготовленного Минэкономики, действует международный принцип, когда согласие производителя не нужно. Но какой бы из них Верховная Рада не выбрала на обычного покупателя и личной покупки, это никак не повлияет. Претензии будут только крупным коммерческим компаниям. Если у нас какая-то интернет-платформа завозит в Украину товары, не декларирует, что это она завозит, а разбивает это на посылки каких-то фиктивных подставных граждан. Так вот тут как раз должна была быть реакция митницы и податковой милиции, потому что это ничего не так, как ухиление от сплаты податков. А если это обычные посылки граждан, все спокойно замовляем. И если это не коммерческое использование, то, конечно, митница не будет совершить никаких перешкод в их митном оформлении. Но пока, утверждает на Ордеп, эти законы отложены на неопределенное время. И когда за них возьмутся депутаты, неизвестно. Но как там бы ни было, если подобные нормы будут приняты, не взлетят ли цены на импортные товары и останутся ли они доступными рядовому потребителю. Елена Митясова, Богдан Савруцкий, подробности, телеканал Интер. О работе таможни и налоговиков говорили сегодня и на заседании Кабмина. Физхалов хвалили, но некоторым министрам премьер выписал последнее предупреждение. Пообещал, цитирует, довести их до тахикардии. Почему? Узнаем от Анны Каменевой. Безвиз для украинских товаров и услуг. Соглашение в ассоциации с ЕС – это начало реформ, утверждает в правительстве. Но, похоже, выполнять обязательства министры не спешат. Мы много в чем отстаем от графика выполнения угодов. И это отстание достаточно значимое. Наближение нашего законодательства на 100% полностью, в соответствии с графикой, в нижней сфере не произошло. Работу министерств теперь каждый сможет контролировать. В Кабмине создадут открытую систему пульс-соглашения. Премьер сразу предупреждает подопечных. Если пульс угод будет показывать, что кто-то из вас не выполняет, и ваше министерство не выполняет задания, то на медицинском термине я вас буду доводить до тахикардии. Это персональная ответственность министра. Кто не упорился с европейской интеграцией и выполнением планом своей компетенции, тот слабак. А вот работой налоговиков и таможенников премьер доволен. Последние вообще план перевыполняют. И тут глава МВД неожиданно вспомнил о своем давнем оппоненте и мишени для метания стаканов Михаиле Саакашвили. По странному истечению обстоятельств, начальник ГФС, отвечая на вопрос, сразу выдал все данные по Одесской области. Похоже, готовился. У нас в Одесской области працював один политический аферист. Сколько вы зарабатывали? До, в момент правления нашего популиста Саакашвили и сейчас. На протяжении последних трех месяцев Одесская митница перевыполнил индикатив не меньше, ниже на 170%. Вдвичай увеличилось надходение. Якщо раньше они были там 50-60 миллионов щоденно, сегодня они увеличились на понад 100 миллионов. Они должны принести ответственность те люди, которые были причинены фактически до разкрадения тех сотен миллионов гривен, которые не подходили в бюджет. Я думаю, что такие вещи никуда не возникают, документы же не горят. Оказывается, документы горят. И в департаменте контрабанды Одесской митницы после некоторых заходов как раз произошла пожежа и часть документов как раз и сгорела. Информацию, про которую вы говорили, она надана до Службы безопасности Украины. Но не налогами едиными. Мы вспомнили сегодня и о Букерзалезнице. 5 июня с главой правления Войцахом Болчуном заканчивается контракт. Решение, продлевать ли его, должен принять Кабмин. Однако в профильном министерстве уже заявили против этого. Особенно позиции министерства инфраструктуры не категорично против продолжения контракта с Болчуном. Есть достаточно много объективных причин. Вы сами видите массу расследований криминальных справ. Одни скрываются, одни схемы, вместо того, чтобы их вживать какие-то заходы по попереджению. А вот министр информполитики сам решил попрощаться с портфелем. Юрий Стэц подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Напомню, в декабре 2014 года Стэц уже писал заявление. Но спустя два месяца его отозвал. А через год его снова назначили на должность. Анна Каменева, Богдан Собруцкий. Подробности телеканал Интер. Пока министры хвастались и спорили, под стенами кабина митинговали николаевские судостроители. После двух лет бесплатного труда люди вышли на митинг. Сумма задолженности уже достигла 54 миллионов гривен. Протестующих услышали. По крайней мере, нескольких из них пригласили на переговоры в кабинет министров. Пришли к тому, что профильные министерства рассмотрят вопрос судостроителей уже через неделю, 7 июня. Последние обещают, что если проблему не решат, то митинги продолжатся. Поддержал Николаевцев и представитель Федерации профсоюзов в парламенте Сергей Каппин. Скажите, сколько вам должно? Вот написано 91 тысяча 660 гривен. У всех есть расчетки, у всех как бы вот такое. Вот это все долги. Вот написано с 2014 года по сегодняшний день. Да, по 2017 год. Вообще не платят, не платят. Мы поставили жесткий ультиматум правительству, Верховному Совету, всем профильным органам. Или вы вернете за все три года 50 миллионов гривен, или мы поселимся под Верховным Советом, под кабинетом министра. Новая голубая коалиция, радикальная партия Лешка, Народного фронта, других политических сил дохозяйничалась. У одного из крупнейших железнорудных предприятий Украины, рудника Сухая Балка, новый собственник. Компания перешла в управление DCH Group бизнесмена Александра Ярославского. Сумма сделки 110 миллионов долларов. Новым гендиректором станет Виталий Баш. Уже в ближайшее время собственник обещает провести глубокий аудит, представить стратегию развития и увеличить инвестиции в предприятия. Не забудут и о социальной составляющей, утверждает Александр Ярославский. Мы работали со всеми металлургическими предприятиями, ГОКами, практически со всей промышленностью Днепра. Поэтому тут для нас ничего нового нет. Поэтому я как бы за результат спокоен. Мы договорились, что никаких резких движений мы делать не будем. Мы сейчас разберемся в ситуации на Балке. Но она довольно неплохая. Договорились обратить внимание на социальное положение. Газпром должен пересмотреть цену на газ для Украины. Такое решение вынес стокгольмский трибунал. Об этом сообщают в «Нафтогазе». Таким образом, уверяют в компании «Формула» 2009 года, «бери или плати» для Киева уже не актуально. Напомню, что в своем иске «Нафтогаз» оспаривал возмещение почти 18 миллиардов долларов, переплаченных России за газ. В свою очередь, «Газпром» требовал от Украины доплатить более 45 миллиардов долларов как раз по схеме «бери или плати». В Одессе очередная эпопея, связанная с судом по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. Почему слушания теперь будут проходить в Черноморске, выяснял Андрей Анастасов. Два с половиной года дело 2 мая блуждало по судам Одессы. Объявлялись отводы судей. Обвинительные акты возвращались в прокуратуру. Заседания срывались активистами. И вот, как постановил областной апелляционный, тяжбу перенесли в Черноморск. В Одессе, дескать, не нашли свободных судей. И кто-то болеет, кто-то ушел в отпуск. Судьи боятся брать на себя ответственность. Вынести решение оправдать этих людей, это значит навлечь на себя гнев так называемых патриотических организаций. На скамье подсудимых 20 человек, пятеро подстражей обвиняются в том, что 2 мая 2014 года в центре Одессы участвовали в массовых беспорядках на стороне антимайдана. Россиянин Евгений Мефедов считает, после переноса процесса в Черноморск вряд ли рассмотрение дела ускорится. За три года у нас сейчас начинается дело с самого начала. Никому, никто не хочет знать, что вообще 2 мая произошло, кто виноват, почему были убиты люди. Дело будет целенаправленно затягиваться. Судья Олег Семенов так не считает. Неожиданно делает заявление. Заседания будут проводиться практически каждый будний день. Это при том, что всем участникам процесса придется ездить сюда из одного города в другой. Обвиняемые протестуют, дескать, нет ни времени, ни здоровья, ни денег на такие частые поездки. Особенно возмущены задержанные. Говорят, в таком случае их практически полностью лишат прогулок, полноценного питания, а стеклянный бокс, в котором их содержат, попросту не рассчитан на 5 человек. Здесь невозможно дышать, здесь невозможно присесть, здесь невозможно делать заметки, на что мы имеем полное право. Судья делает поблажку. Теперь на заседаниях подсудимым позволят сидеть в зале суда под охраной полиции. А вот остальных обвиняемых, которые не содержатся под стражей и могут пропускать слушание в Черноморске, предупредили о санкциях. Привед, грошевые стягнения, какие-то побежные заходы, домашний арест, вынятковое, это держание под варто. Следующее заседание уже завтра. А что касается второго эпизода майской трагедии, это пожар в Доме профсоюзов, при котором погибли 42 человека. Суд начнется еще не скоро. Расследование продвигается черепашьими темпами и когда завершится, неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Сегодня высший специализированный суд поставил точку в деле о клевете на нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского. Напомню, парламентарий обвинил своих коллег Дмитрия Добродомова и Сергея Соболева в распространении неправдивой информации. Они утверждали, что нардеп прибрал к рукам и продал нефтепродукты, принадлежащие младоолигарху Курченко. И вот Фемида решила, что клеветы в этом нет. Решение суда прокомментировал нам Дмитрий Добродомов. Он считает, что теперь Пашинский должен сложить мандат. Пашинский пришел на заседание нашего антикоррупционного комитета. ДНП все боятся в руды про то, что он не имеет никакого отношения к этому, что это все чисто и спокойно. И сказал, что если эта справа будет признана, что он имеет причетность, а если он прогрессит суд, то он готов к класть депутатский мандат. Я понимаю, что Сергей Пашинский не собирается к класть депутатского мандата, потому что для него ничего не важно, но сфернограмма этого записа есть. Суд прогрессит, все инстанции, в том числе и сегодня, касаційно, поэтому логично было бы, как человеку, принаймне скласти мандат. Схема расхищения топлива такова. Летом 2014-го, после бегства Курченко, конфискованные нефтепродукты должны были передать в АТО. Но вместо этого их отправили госкомпании «Укртранснефтепродукт». В тот же вечер топливо вывезли неизвестные в масках. Установлено, что действовали они в интересах группы компаний «Фактор». Ее владелица Сергей Тищенко, давний бизнес-партнер, бывшего менеджера того же «Укртранснефтепродукта» Андрея Байчука, связанного в свою очередь с Пашинским. А в мае 2015-го года в СМИ появилась информация, что СБУ подготовила президенту догладную записку о рынке нефтепродуктов. И в ней говорится, что Тищенко и Пашинский при поддержке министра Авакова и его бывшего зама Сокала отработали схему присвоения топлива Сергея Курченко. В Харькове полицейский открыл стрельбу средь бела дня прямо на городском рынке. Якобы, чтобы утихомирить торговца. Но вот имел ли он право открывать огонь? И чем еще прославился этот правоохранитель, расскажет Светлана Чакера. Рынок возле станции метро «Героев труда». Это дыра в тенте, след от пули. Продавцы рассказывают, накануне днем, в самый разгар торговли, к торговым рядам подошел мужчина. Услышал, как один из лоточников нецензурно выражается и сделал замечание. Нет, он не кричал. Он нормально сказал вообще, нормально сказал. Не надо матюкаться. Не матюкайся, видишь себя прилично. Ты видишь, что здесь люди. Торговец не отреагировал. Тогда мужчина показал корочку полицейского. Этот кавказец, говорит, схватил нож прилавкой, пробегает прилавок, и этот милиционер, получается, достает, ну, у него так сумка выоткрыта, он вот так резко достает пистолет, снимает с предохранителя, и вот сюда в воздух, так и бах. Стрелявший правоохранитель Виталий Лисинский служит в батальоне полиции особого назначения Харьков. После стрельбы вызвал патруль. В ведомстве выясняют, имел ли он право стрелять в общественном месте. Это не табельная оружие, это оружие, которое ему наложит, которое он законно отримал. Сегодня он не работает, потому что находится на лекарняном уже несколько дней. В правоохранительных органах Виталий Лисинский работает больше 20 лет. Он не раз устраивал скандалы. В конце апреля на своей странице в Фейсбуке активист Роман Синицын написал, что Лисинский якобы жестоко избил водителя автомобиля прямо в помещении блокпоста на въезде в Харьков. Служебное расследование по этому делу еще не завершено. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Отказаться от призыва в армию офицеров запаса требует от Минобороны оппозиционный блок. Я напомню, вчера глава оборонного ведомства Степан Полторак заявил, призвать выпускников вузов, окончивших военную кафедру. По мнению оппозиционеров, такое решение это серьезный удар по экономике, квалифицированные специалисты покинут рабочие места, а их семьи окажутся в сложном финансовом положении. В ОПО-блоке считают, что воинскую службу должны нести контрактники. В зоне АТО боевики продолжают поливать огнем украинские позиции. С начала суток зафиксировано 10 обстрелов. Досталось даже детскому лагерю под Волновахой. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Обстрел начался примерно в 2 часа ночи. На тот момент в лагере находилось около 10 работников. Последние несколько месяцев заведение готовили к открытию. Это единственный детский лагерь во всем Волноваховском районе. Первые залпы пошли, потом минут через 10 вторые. Ну, люди, конечно, тут такие, кто-то нигде не служил, перепугались. Начали прятаться. Ну, в общем, потом утром уже начали смотреть здание. Оказалось, ближайший снаряд разорвался всего за несколько сотен метров от лагеря, выбив стекла в двух корпусах. И хотя повреждения не катастрофические, курортный сезон на грани срыва. Гарантии, что сюда снова не прилетит, нет. Просто цинизм высшей степени под угрозой срыва процесса здоровления сезона 2017 года. А мы планировали здоровить порядка 440 детей. Останние події в Авдії, в Красногореце, а теперь крут, в Волновахове, целиком, можливо, может свідчити про те, что бойовики свідомо брали тактику залякувания мирных, місцевых мешканців та нищення социально важливых объективних инфраструктур. Пятилетний Кирилл со своей мамой Татьяной бежали из Донецка от войны сюда. Но война так просто не отпускает. Периодически Кирилла будят среди ночи и ведут в подвал прятаться. Начало стрелять вот так вот. Бах! Бах! Сначала свист, потом был взрыв такой большой. Был под прифронтовым городом и еще один обстрел. От этого места до Волновахи всего несколько километров на горизонте виднеются многоэтажные дома и поэтому засеянному полю отработала вражеская гаубица. Причем понять логику этого обстрела совершенно невозможно. Поблизости нет вообще никаких военных объектов. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Украина должна требовать введения на Донбасс полицейской миссии ОБСЕ. Так считает представитель страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Кроме того, он надеется, что на ближайших переговорах нормандской четверки будет согласована четко единая позиция лидеров по урегулированию конфликта. Ребочая группа, она потребна, чтобы обговорить эту проблему. Но механизмы, как передать даже этой кордоне, это слишком сложная вещь, поэтому я говорю про миротворческие силы, чтобы обеи все хотя бы туда пустили, чтобы они для начала великий контроль. Хочется так, чтобы действительно прошел этот нормандский формат в новом формате, и они вышли все четыре, и сделали хотя бы совпаду и сказали, кто как смотрится на ту проблему, которая сегодня в Украине. Об этом Леонид Кучма заявил во время презентации книги Леонида Каденюка «Космос-миссия», которая была издана при поддержке фонда Леонида Кучмы. В Винницкой области несколько десятков неизвестных устроили стрельбу. Это произошло в селе Метановка. Вооруженные люди в Балаклавах ворвались на территорию зернотока и открыли огонь. Один человек получил ранение, его госпитализировали. К врачам обратились еще пятеро. Пострадавшие это местные жители, которые охраняли предприятия. Как написал на своей странице в фейсбуке глава нацполиции Сергей Князев, нападавшие пытались захватить фермерское хозяйство, но люди оказали им сопротивление. Прибывшие правоохранители блокировали место конфликта. После переговоров часть захватчиков сложили оружие и чуть позже всех нападавших задержали. В Никополе Днепропетровской области расстреляли главу районной организации Ведроджини. Убийцы пытались расправиться и с его женой. Во время инцидента погиб еще один человек. Все подробности узнаем от Елены Миндалюк. Все произошло около двух часов ночи. В кафе никопольского бизнесмена Николая Бондаренко сработала сигнализация. Хозяину поступила информация о взломе. Он приехал посмотреть, что случилось, позвал с собой сторожа, неизвестные открыли по ним огонь. Шансов выжить у них не было. и в голову. И еще пострадали в 1972 году народжения. В его теле примерно пять пострелов. Той же ночью в городскую больницу Никополя с огнестрельным ранением в грудь попала и 63-летняя женщина. Пуля задела легкая. Пуля вылетела, она на вылет ушла, поэтому я думаю, что должно быть все хорошо. Как оказалось, это женщина, жена застреленного у кафе бизнесмена Николая Бондаренко. В нее неизвестные стреляли уже на территории дома супружеской пары. Затем злоумышленники скрылись, угнав внедорожник убитого. Полиция сейчас рассматривает несколько версий. Правоохранители предполагают, что нападение связано с коммерческой деятельностью Николая Бондаренко. Но не исключает и политических мотивов, ведь он был главой Никопольской районной организации Ведроджиня. А вот граждане уверены, убийство заказное, а причин может быть множество. От конфликтов на работе до депутатской деятельности. В Днепропетровской области объявлен план «Сирена». Открыты два уголовных производства по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное завладение транспортным средством». В виновном свете до 15 лет тюрьмы. Елена Миналюк, Евгений Коднецов, подробности, телеканал «Интер», Днепропетровская область. Несколько автобусов с радикалами задержали во Львове. Напомню, вчера возле Львовского облсовета произошли стычки. Радикалы, по данным полиции, их было около 400 человек, штурмом взяли здание и сорвали сессию. Пострадали 11 полицейских и журналистка местного телевидения. Удалось ли найти организаторов? Узнаем от Галины Якушко. Три автобуса с радикалами, причастными к штурму Львовского облсовета, полицейские задержали вчера вечером в центре города. Правоохранители выяснили, зачинщики беспорядков приехали из Черновицкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областей. Теперь почти 70 участникам полиция вменяет хулиганство. Удивительно, но в захвате админздания их не подозревают. Якобы в полицию не поступило заявление от областных властей, хотя о проведении акции радикалы сообщили заранее. У самих заявок в районах организаторов этой акции подали, написано, что будут использоваться пиротехнические средства, фаеры и так далее. Так, как бы они хотели сделать шоу и в соответствии для своих принятых решений, городская рада не оскорбила в суде, ничего не сделали для того, чтобы обмежить проведение данной акции. В мэрии не отрицают, что получали заявку на акцию с использованием пиротехники, но не объясняют, почему не запретили ее проведение. Еще более странным выглядит заявление полиции о том, что они не нашли организаторов вчерашних беспорядков. Сегодня под зданием областного совета очередной митинг и участники те же из национального корпуса АЗОВ, Правого сектора и Легиона Свобода. Требуют продлить мораторий на продажу земли и национализировать активы России в Украине. Перед зданием установили палатки. Завтра в областном совете очередная сессия участники акции заявили. В этот раз силового захвата здания не планируют. А вот областные депутаты уже обратились в полицию с просьбой усилить охрану. Галина Икушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Миллион за свободу под такой залог отпустили из-под стражи мэра Чопа. Его, я напомню, подозревают во взяточничестве. Якобы вместе с депутатом гурсовета и архитектором они вымогали у предпринимателя 4 тысячи долларов. Все подробности расскажет Марина Коваль. На заседание мэра Чопа привозят полицейские в штатском. По данным прокуратуры, он вместе с депутатом гурсовета и архитектором требовал взятку у предпринимателя, который хотел установить мафы в центре города. Прокуроры просят суд назначить залог 1 миллион гривен либо содержание под стражей. Сам мэр заявляет, денег не брал и даже не требовал. Его руки чисты. И в знак протеста объявляет голодовку. Это тщательно спланирована провокация, которая ведет около года. Определенных спецорганов уменьшенные деньги подкинули. Защитники просят освободить мэра под его личные обязательства, но судья избирает меру пресечения отстранить от выполнения обязанностей и выпустить под залог миллион гривен. Дальше меру пресечения избирают депутат учебского горсовета Виталий Русин, в карманах которого полицейские нашли деньги. Защитник уверяет, это не взятка, а спонсорская помощь футбольному клубу, президентом которого он является. Мол, предприниматель сам предложил, а депутат не смог отказаться. Самим Никулиным четко зазначено, что Русину Виталию Ивановичу деньги будут переданы как благодельная помощь на футбольный клуб. А вот как часть благотворительных денег оказалась у мэра, защитник депутата объяснить не смог. В результате Русина тоже отпускают под залог 120 тысяч гривен. Что касается третьего фигуранта дела архитектора, его отправляют под домашний арест. Он вдовец и сам воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Угодовалая Василиса Пескун из Николаева рак крови. Жизнь девочки может спасти только пересадка костного мозга. В Украине такую операцию сделать не могут. Помочь девочке согласились польские врачи. Но теперь дело за главным, за деньгами. Ирина Романова расскажет подробнее. За последние три месяца больничные стены стали для Светланы вторым домом с тех пор, как ее восьмимесячная дочери Василисе. Дома в Николаеве врачи поставили страшный диагноз острая милоидная лейкемия. Я все надеялась, что это ошибка. Первые несколько дней не помню себя и свое состояние. Ну, просто ее сидела, обнимала, постоянно плакала. Из Николаева девочку направили в столичный центр детской онкогематологии Дрехмадети. Здесь диагноз подтвердился. За это время мы прошли три блока химиотерапии. Сегодня начинается четвертый блок химиотерапии. Он длится три с половиной дня. И потом у нас будет всего лишь две, максимум три недели безопасно. Недавно к Василисе приезжала старшая сестричка. Рассказывает мама, она ждет не дождется, когда младшенькая вернется домой. Но домой малышка поводет еще не скоро. Впереди пересадка костного мозга, без которой девочку спасти будет трудно. Нужна будет терапия в виде трансплантации костного мозга от неродственного донора, так как сестра не подошла как донор. В Украине данный тип терапии не проводится по техническим причинам. Поэтому необходимо выполнять и лечиться за рубежом. Надо сделать как можно быстрее, иначе будет рецидив заболевания. Счет идет буквально на неделю. Родители Василисы уже подыскали клинику в польском городе Быргощ. Там их уже ждут даже донора нашли. Но вот цена вопроса. Почти 150 тысяч евро за операцию вместе с реабилитацией. Уже собрали немалую сумму, больше половины. Осталось еще там где-то по-моему 40 с чем-то тысяч. Да, евро. Ну все равно как бы сумма не маленькая. У нас времени буквально до 5 июня. Для того, чтобы успеть перечислить деньги клиники, для меня нет ничего важнее, ценнее, чем жизнь моей доченьки. Она еще такая маленькая, она только начинает опознавать мир. И очень страшно, что сама я никак не могу повлиять на ситуацию, к сожалению. Поэтому мне приходится обращаться к людям. Номер счета, на который можно перечислить деньги для помощи Василисе на экране. Кроме того, реквизиты можно найти на сайте подробностей.юэй в разделе «Мы помогаем». Родители малышки верят, что чудо случится, болезнь отступит, и их дочь проживет долгую счастливую жизнь. Ирина Романова, Юрий Романюк, подробности телеканал «Интер». Более 90 человек погибли в Кабуле в результате взрыва в дипломатическом квартале этого города. Не менее 400 получили ранения. Большинство пострадавших это мирные жители, среди которых женщины и дети. Взрыв прозвучал в утренний час пик и был настолько мощным, что повредил дома и автомобили на расстоянии нескольких сотен метров. Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. Дональд Трамп намерен выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме. Этот договор обязывает страны сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы замедлить глобальное потепление. Его подписали год назад, но американский президент убежден, что выполнение соглашения ограничит рост угледобывающей отрасли, которую Трамп, собственно, обещал развивать. На долю США, я напомню, приходится 14% выбросов всего углекислого газа на нашей планете. И еще немного об американском президенте. Служба безопасности Белого дома шокирована. Оказалось, что Дональд Трамп раздает политикам номер своего мобильного и предлагает звонить ему напрямую. Кто уже дозвонился до Вашингтона и почему это взволновало всю Америку, узнаем от Дмитрия Анопченко. Любой звонок в Белый дом это целое событие. Разговор с президентом заранее готовят и согласовывают. Звук записывают и потом делают расшифровку, которая обязательно архивируется. Когда президенту звонит кто-то из мировых лидеров, рядом с ним должен быть госсекретарь или, как минимум, шеф аппарата главы государства. Говорить он может только по супер защищенной линии из овального кабинета в ситуационные комнаты или из своего лимузина и ниоткуда больше. Но Дональд Трамп решил все это поломать. Сразу несколько чиновников признались агентству Associated Press. Трамп запросто выдает самое дорогое свой номер телефона. Звонить ему на мобильную он сказал и новому президенту Франции и лидерам Мексики и Канады Джастин Трюдо даже этим воспользовался и уже набирал Трампа на мобильный. Скандал грандиозный. Ведь это не только нарушение дипломатического протокола а еще и небезопасно. Разговор по незащищенной линии кто угодно может перехватить. Более того у политиков сейчас охота начнется. Все захотят заполучить заветный номер чтобы не ждать сутками пока дипломаты разговор согласуют а набирать Трампа запросто напрямую. Но президент от всех предупреждений спецслужб только отмахнулся. Понятно что мобильный телефон был и у президента Обамы но журналисты входившие в его личный пресс-пул рассказали мне сегодня что даже если ты случайно бы узнал номер президентского телефона либо адрес электронной почты то связаться все равно не получилось бы. Дело в том что список адресатов в телефонной книжке утверждал секрет сервис там было не больше 20 имен в основном родные и ближайшие советники от всех остальных ни звонок ни смс ни электронное сообщение просто не прошли бы были бы автоматически заблокированы Но Трамп вводит новые правила видимо не вспомнив что именно использование личной электронной почты для служебной переписки стоило карьеры Хилари Клинтон Из Вашингтона Дмитрий Анопченко Сергей Коваль Американское бюро телеканала Интер Чем заплатил за поцелуй французский теннисист за что пришлось извиняться в ведущей CNN и что японцы придумали для тех у кого не хватает времени на ведение домашнего хозяйства об этом и не только в нашем обзоре Французского теннисиста Максима Аму отстранили от участия в престижном турнире Ролан Гарос из-за того что он поцеловал журналистку 21-летний спортсмен приставал к репортеру Малита Ма которая в прямом эфире брала у него комментарий девушке пришлось буквально выкручиваться из неловкого положения организаторы лишили Аму аккредитации ведущая CNN и комическая актриса Кетти Гриффин извинилась за фото с отрубленной головой Трампа знаменитость запечатлелась с кровавым манекеном и пошутила что за такое ей придется бежать в Мексику или идти в тюрьму эти кадры мгновенно распространились в соцсетях большинство пользователей осудили ведущую отреагировал и сам Трамп пристыдил Кетти и заявил что его дети были очень огорчены появлением такого фото новую гигантскую штаб-квартиру Apple сняли с высоты птичьего полета грандиозный проект все еще не завершен хотя его строительство анонсировал еще сам Стив Джобс основная часть работ уже окончена на этих кадрах видно что сейчас мастера работают над обустройством парка во внутреннем дворе центрального здания в форме кольца в туристическом комплексе напоминающем космический корабль смогут разместиться 13 тысяч сотрудников ученые в Японии осуществили мечту очень занятых людей создали для них дополнительную пару рук специальный манипулятор крепится к спине а управляется с помощью датчиков которые находятся на икре и пальцах ног по утверждению создателей роборуки многофункциональны ими можно и кошку гладить и дом ремонтировать это все новости на сегодня спокойного вам вечера и до встречи завтра субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok